Всех приветствую на своем канале. Это видео будет о пустых баночках Майя, которые я вчера собиралась записать, но в связи всяких дел не успела вовремя и при свете дня решила записать сегодня. Вчера, при свете ночи, мне было уже, откровенно говоря, и лень, и силы отказывали, а мозги, которые вот здесь устали. Сегодня у нас первый день лета, я его отметила джинсиками. Не знаю, будет их видно или нет. Вообще цвет для меня совершенно фееричный, я такие вещи ни разу не покупала такого цвета. Попробую вот так вот коленочку показать, вторую коленочку показать. Кому интересно, можете написать не в личку, а скину вам фотку в полный рост с этими джинсиками в тапочках. И в честь этих джинсиков я сделала даже маникюрчик вот такой. Ну тут, в общем, часть лака от Алены О, часть лака от Аленки, о которой она же Елена Снегирева, канал Собсни, и лак, который я еще Женька покупала где-то год назад, что-то он вообще за какие-то копейки. Ну и где-то он у меня стерся, и в результате вот пальца 4, наверное, у меня чисто этот лак, такой салатовый, не салатовый. В общем, баночек у меня внезапно накопилось в целом пакетище, я думала, что будет меньше, но, как обычно, внезапно дофига. И еще один пакетик там, просто чисто показать вкусняшки, я вчера заходила в пятерку, и между переводом и редактом или что-то там вроде, или там просмотром беты после беты, перед релизом Судзаная, мне надо было что-то такое пожевать. В общем, пожалуй, мы начнем. Видосная работа уже ближе к вечеру, потому что я уеду к родичам, скорее всего, на велике. Ну и, соответственно, да, кстати, первый день лета, дубак такой, но солнышко. Вчера я ездила на велике и попала под дождь на обратном пути и на магазин. В общем, видос сегодня я постараюсь выложить, но вот он, наверное, уже ближе к вечеру. Что у нас первое попадается? Первое попадается вот такая вот коробочка от Насти Лукьяновой. То, что она мне запоздала подарок на день варенье, это у нас была в рецепте бабусягах и кедровая ванночка для ног смягчающая. Сибирская соль для соль рапа с маслом кедра, цветками календулы, арникой и эхинацией. 7 пакетиков на 7 применений. В общем, у меня еще пакетик один остался. Ну, я думала, что я его вчера уделаю, я его, наверное, сегодня. Ну, просто я уж решила его это обозреть. И тут у меня пакетик чисто вот как оно все выглядело. Вот такой вот пакетик, но ясное дело, что он уже использован, он ваненький. На каждом пакетике, кстати, я только вчера заметила, точнее, после вчера, когда я делала этот тазик. Ну, и тут написано, что делать где-то раз в неделю. Ну, если у вас сухая кожа ног, то можете чаще. Ну, я когда раз в неделю, когда несколько раз в неделю. И вообще, оно даже помогает, если у вас такие там какие-нибудь судороги. По техническим, физиологическим причинам ванну полноценную принять не можете, то вы можете просто сделать тазик. Очень-очень помогает. Во-первых, ножки действительно уставшие становятся неуставшими, отдохнувшими. Во-вторых, оно хорошо так вообще на все влияет. Ну, тут растворится здесь жимово одного пакетика в 4-5 литрах воды, температура 36-38. Ну, я, конечно, не меряла температуру, но горячая водичка такая стабильная была. И применять, ну, продолжительность процедуры 15-20 минут. Ну, и тут на каждом пакетике, вот я сказала, маленькая такая наклеечка, ГОСТ 3281-2014. В общем, трехлетней давности ГОСТ у нас. Ну, и тут составит такую, в общем, соль, короче говоря, потом масло кедром, экстракт календулы, экстракт арники, эхинации. И дальше у нас что-то такое, что делает пенку, потому что, на самом деле, это получалось действительно, выкидываешь такую зеленую сольку. Крупенькую такую, никакого песочка она не оставляет. Как, допустим, Настя Заветская часто там увидела, что я говорила про соль с песочком, оставшуюся в ванной, да? А когда пускают струю воды, то начинается такая пенка, приличная такая пенка, короче говоря. В общем, то, что, наверное, дает эту пенку, потом парфюм и хлор в две штуки. Ну, CLT, это же вроде хлор, да, был? В общем, такая замечательная вещь. Спасибо большое, Насте, за возможность попробовать, она мне очень понравилась, я постараюсь, ну, если увижу, то я ее, наверное, себе приобрету. Ну, и вообще, вам такую советую, даже если у вас не сухая, суперсухая, или просто кожа ног, ну, действительно смягчает, и ноги после трудового дня чувствуются отдохнувшими. Такая вот баночка. Вот тот пакетик, про который я говорила в самом начале, это у нас вообще типа еда, сладкий снег называется, жевательный зефир, садовые ягоды. Мишка и его друзья. Так, жевательный зефир за вкусом садовых ягод. Ну, такой розовенький был, типа маршмеллоу, только розовенький, и попозже. Прикольный такой, я слопала, не заметила как. И тут было 40 грамм, без ГМО. Ну, конечно, но со всякими ароматизаторами, хоть и без ГМО. По мне, пусть лучше ГМО. 22 рубля в пятерке было на кассе, где-то там, по спидке, кажется. Я что-то вдруг увидела, и так решила все купить. Вообще, никогда не смотрю на такое, что-то в кассах продается. В общем, у меня закончилось Аботекс, персиковое масло, косметическое масло наружное, 100 мл, покупала я его в Фиксе. И готовлено оно было в декабре 2015 года. Ну, и в основном, в принципе, я его за два раза, по-моему, делала. Я сейчас зевну, извиняюсь. Можете это обсудить в комментариях. Ну, что сделаю, зеваю. Вырезать это я не буду. Ну, короче говоря, он у меня ушло на приготовление самопального дезика. Вот последний дезик, который я делала, как раз вот был. Ну, вообще, если кому интересно, можете зайти у меня на информацию о канале. Там есть где-то травник, я ссылка, по-моему, на эту. Ну, в общем, на какую-то группу мою, не помню, как она называется. По-моему, все-таки травник или мыло от пигмы. Ну, какая-то такая фигня. В общем, ссылка там точно есть. Потому что, ну, или в крайнем случае, зайдите на мою страницу. И там у меня где-то есть, ну, в сфере, типа, где написано обычно у людей работа. Там у меня, помимо Рендропс, написано, где там этот травник какой-то. И там, по-моему, одна из последних записей, как раз вот этот эксперимент, потому что у меня как раз закончились масла эфирные. Ну, а основа была на перского масла. Кстати, неплохой дезик получился. Покупала, как и уже говорилось, фикса, в принципе. Я уже не помню, за сколько это 50-60 рублей. Вполне нормальное си масло. Так, я достаю. Достала я от Миссис Грин шампунь уход, укрепление, сила, блеск и объем. Для всех типов волос, парабенов и силиконов. На отваре и 10 трав. На репейном и облепиховых маслах, витамина и 100 мл подарков. Такой вот, я покупала на Озоне. У меня там было 400 мл. У меня был такой, в общем, шампунь, гель и еще бальзам. Ну, и они все тут три будут. На самом деле, бальзам у меня еще чуть-чуть осталось. Но к нему перейду, когда он попадется мне в руки из пакетика моего. Который стабильно у меня под пустые бански сидит. В общем, шампунь хороший, сочетается хорошо и с себе подобным бальзамом. Бальзам маска назывался, кстати. И с любым каким-нибудь другим бальзамом. И сам по себе. Единственное, что иногда спутывает волосы. Но волосы от него, я в каком-то видео говорила, они очень классные, они хорошо. Он хорошо промывает до скрипа и я, наверное, потом... Хотя у меня сейчас пока есть очень много всяких шампуней. Девчонки надарили, я сама покупала. И посоветую, что я тете купила. Сейчас вот мою, по-моему, знахарень или целитель, кажется. Диактивный шампунь. И, в общем, я сейчас пока им пользуюсь. И вместе с ним остатки бальзама даю, зубы. В общем, шампунь мне очень понравился. Я его могу поставить на уровень с гринмамовским, с вишенкой. Или с савандри, вот этот вот два в одном, с дыней. Ну и если у вас жирные волосы, то я вам его советую. Но вообще он для всех типов волос, я думаю... Не знаю, как для остальных типов волос, но для жирных он очень хорошо. Хотя, в принципе, мыла каждый день волосы. Но если я утром им помыла, то они до позднего вечера сохраняли вид свой. Я не помню, сколько он стоил. Вообще он у меня тогда на Озоне по скидке какой-то был, по бонусной. Но, по-моему, не особо дорого. Кто может с чем-то рублей. Всем хороший такой шампунь. И я себе, наверное, его потом приобрету. Ну, кроме Озона я его нигде не видела на самом деле. Так что не знаю, что вам еще посоветовать. Но на Озоне оно точно есть. Так, у меня закончилось. Тут буквально, может, совсем чуть-чуть. А может, уже и нету ничего. Может, совсем чуть-чуть тут накапает что-то. Это мой любимый Маскев. Я в этот раз, когда была в Фрэше в Ярике, с Аленкой встречались и с Настей, то я специально не купила, потому что у меня есть там какой-то крем с алоей. Еще бабушке моей дарили. Точнее, ей подарили, чтобы она мне передавала. Или как-то так. Какая-то там моя дальняя родня. Кстати, год назад где-то в этом, ну, уже чуть больше, чем год назад, потому что где-то в мае прошлого года это было. И еще у меня есть от Саванри. Алое это самое стопроцентное. Я отзеваю. Извиняюсь, не, я выспала сегодня, но что-то я зеваю. Может быть, от погоды. В общем, есть у меня алое. Я решила пока то поюзать, а это пока не буду покупать. Но, может быть, потом. В общем, у меня его вообще хватает всегда этого флакончика где-то на 9 месяцев. Это у меня, по-моему, даже на 10 хватило. За 9 месяцев можно кого-нибудь родить. Да, это у нас пюрсистем, очищающий лосьон против фрильшей 150 миллилитров салоя. От эвраше, естественно. Но я его использовала чисто как увлажнялку. Он такой гелеобразный, зеленоватенький, молочно-зеленый, можно сказать. И он мне очень нравился. У меня тут практически много чего зелененького. Тут зелененькое, там зелененькое. Стоит он, по-моему, 400 с чем-то рублей, но по скидке можно его, по-моему, за 200 купить. Тогда я его покупала в эвраше 2, по цене одного. Один, по-моему, в поменяшке кому-то посылала. В общем, очень классная вещь. И я вам советую, если у вас, допустим, сухая кожа или склонная к сухости кожа. Не знаю, как насчет, справляется ли он с плечами, но оно вообще хорошо действует на плечи. Я думаю, что справляется. Вот у меня тут он. Видно, что тут еще что-то есть. В сравнении с этим тут все выдавлено уже. Он, кстати, такой, ну, кремовый, наверное, даже не помню, уже может не совсем кремовый, но консистенция у него хорошая была. Кстати, экономичный, но я привыкла так кучу дохрена на руку выливать, что, в принципе, его мне, наверное, даже бы хватило на дольше, если бы я вовремя поняла, что он вполне себе экономичный. Он, так как у меня стоял кверх ногами, то он, соответственно, здесь вот в основном это все и есть. В общем, это тоже вместе с Грин. Как раз они вместе были, шли парочкой. Ну, можно, конечно, отдельно купить. Бальзаммаска, укрепление, сила, блеск и объем. Для всех, типа, волос. Ну, точно так же тут на репейном, обрепиховом масле, десяти отварей трав и тому подобное. В общем, очень классная вещь. Я им, как уже говорила ранее, видео, пользовалась и пользуюсь сейчас с разными шампунями. Очень хорошо идет в паре с ним и с любым другим шампунем тоже. Точно так же, как вот этот шампунь с любым другим бальзамом. В общем, очень классная вещь. Густой, хороший, можно подержать немножко, можно подержать побольше. И, хотя тут условия применения заклеена как раз озоновской наклейкой. Ну, озонов не могли вот сюда, допустим, приклеить, да, эту наклейку. Смысл жизни был у них вот здесь вот сюда клеить. В общем, без парабенов оно и не тестируется на животных и подходит людям, ведущим вегетарианский образ жизни. Никогда не думала, что есть какие-то шампуни, которые, бальзамы, которые специально подходят для веганов. Так, тут тоже такое написано про веганов. Ничего против веганов не имею. Если бы у меня некоторые мои проблемы организма справлялись бы, допустим, слопал что-то такое мясо несодержащее и мне хорошо, то я бы, может, тоже не ела мясо. Но, к сожалению, или к счастью, мне иногда его надо есть. Вот сегодня, допустим, второй день лопаю, типа, гермолинских этих хинкалей и пельмешки. В общем, вот такая вещь. Я тоже, соответственно, буду такую потом приобретать. Может, даже просто бальзамчик, потому что, по-моему, у меня бальзамчиков, я не помню, есть у меня там что или нет. Надо вообще в полоски порыться. Но тут еще, конечно, осталось, потому что на пару раз, пару применений. Выдавлю все до последнего. Так, что-то я тут достала не тонко. Так, вот что. Закончилось у меня тоже это с сазона покупала. Это маска для волос с экстрактом красного перца и корицы 250 мл. Что-то такое недорого, она стоила 57 рублей, 57 что ли. Кстати, очень экономичная надолго хватает. Тут даже еще что-то, смотрите, накапало. Пахнет прикольно. Наверное, я даже это потом и делаю каким-нибудь местом. В общем, экономичная надолго хватает. Действительно, мне кажется, что она хорошо повлияла на мои волосы, потому что, когда я была парикмартерской, мне сказали, что они где-то там утолщились, а где-то там. Ну, в общем, я поняла, что они стали лучше. Я, наверное, тоже ее потом приобрету на озоне. Ну, если вас не смущает то, что она немножко несколько минут от она держать на максимум 3 минуты, если вас не смущает то, что она горит, потом такая голова, да, вот как маску с перцем обычно, то я вам такой советую, потому что очень классная вещь, она мне понравилась, недорого, говорится, дешево и сердито. Закончился у меня от Саванри Крем. Да, кстати, ссылка на него я оставлю в инфобоксе, если вам интересно, можете пройти, посмотреть и даже может заказать. Конечно, нам заказ делать надо какой-нибудь небольшой, мне кажется, он помнится, по-моему, на 3000 долларов заказ, тогда доставка парашки бесплатная. Параши, да. Так, по-моему, там что-то 300, что ли, рублей доставка. В общем, Саванри, восстанавливающий крем Данок, активные компоненты, эфирное масло чайного дерева, экстракты календулы и ромашки, масло кориде, оно же Шин. Вот, я практически все оттуда выгребала, там практически уже ничего нету. Пахло, конечно, но до сих пор пахнет в баночке чайным деревом, так если вас напрягает запах чайного дерева, то можете его не брать. Не содержит синтетических масел и парабенов, 150 грамм, плюс-минус 5. В общем, действительно, очень классный крем был, единственный минус, вот пока вы им пользуетесь, пяточки ровненькие, мягонькие, даже моя наждачная бумага, с учетом, что я не всегда тут принимала тазики, тоже как-то на них забила, то принимала, то не делала, в смысле, за ног, но в общем, пока вы им пользуетесь, она действительно, кожа действительно мягкая. Вот я закончила эту баночку, у меня сейчас другой немножко крем для ног, и кожа уже слегка не такая. Видимо, если постоянно им пользоваться, то да, конечно, круто, а если нет, или там с перерывом, то уже нет. Допустим, у Гринмана какой-то кремя, конечно, у них не находила такого, чтобы смягчающего действия, но я знаю, что у них крема, если вы им пользовались, то постоянно не надо там попользоваться чем-то так, вот месяц-два, да, и потом уже можно что-то другое, и кожа, если изменилась в лучшую сторону, то она уже не будет там как-то меняться обратно. Вообще, я хочу попробовать какой-нибудь крем сделать на основе масла кокосового, который мне гиричка присылала, у меня еще стоит, я еще собираюсь, у меня там, вообще, до введения канала YouTube, в смысле вот этого самого блога, в этом плане, как дюйти-блог, да, я делала кое-что на масле, какие-то крема, опять же, ссылка на ту же группу, эту травник, травник на кокосовом масле, ну, косметическое, оно, по-моему, специально было, и, в общем, я думаю, что повторить еще раз, в общем, в принципе, само по себе кокосово-масло хорошо влияет на всякие капуста, и не знаю, если я буду, вот у меня настроение, может, поставлю камеру, включу и буду записывать процесс, как я это делаю, вообще, крем хороший, возможно, потом я его как-нибудь закажу, но буду, скорее всего, заказывать уже, это, большим таким набором, чтобы не платить за доставку, так, вообще, сейчас я узнаю, я, по-моему, это просто коробочка ее сунула, это называется, Лёля открыла очередную коробочку своих любимых духов этой фраше, главная диска, можно сказать, отсылка, по-моему, к моему последнему видео, которое было на канале, это про парфюмерию, вот как раз там я говорила про цветочная диска этой фраше, в общем, вот эта вот коробочка как раз вот этих духов, вот здесь тоже немножко зелененького, вот так вот, гамма такая, а тут, ну, тут тоже зелененькая, такой, это стебелечек, это вот гель для душа, как раз вот тоже третья вещь из Миссис Крин, тонизирующий крем-гель для душа, свежести и энергии, на тваре 10 траф, без парабенов и силиконов, нежно очищает кожу, заряжает бодростью энергии, опять 100 мл подарок, и грейнфрут, лимон и витамин Е, в общем, очень классный гель, единственное, что, вот тем, кто любит кремовый гель, он понравится, но он жидковат для кремового геля, мне кажется, но он при этом хорошо, не то, чтобы он супер пенился, вот допустим, он пенился, как бы, сенс, эвановские гели, давал вот примерно такую же пену, но он реально, вот его капнешь немножко, капельку, и можно уже натирать себя, да, на губочку, еще он дал, на самом деле, очень хорошую пену, потому что, когда она совсем чуть-чуть там осталась, закончилась, я сделала ванну, выдавила остатки, пена была, вот ванна, его можно использовать, я думаю, как пену, потому что была шикарная пена, и аромат еще чуть-чуть чувствуется, он такой был примерно похож вот на этот, тоже такой беловатый, нежно-молочный какой-то, вот этот, по-моему, был перламутровый, как шампунь, ну и шампунь был погуще, чем кремовый гель, вообще про эту марку я узнала только на озоне, вообще, где раньше не видела, кстати, тоже подходит для веганов, как тут написано, сейчас попытаюсь передать, в общем, чем-то нежно-вкусно, пахнущий, вот действительно, наверное, это между лимоном и гриндфрутом, что-то такое, я, возможно, себе приобрету, там было что-то еще, какой-то другой, кремовый гель из этой серии, я видела на озоне, а, возможно, повторю даже вот этот гель, и попробую его, наверное, уже просто пользоваться, как пену для вам, потому что очень классный, он мне понравился, чисто даже по аромату, он действительно бодрит, особенно, если там устал, к вечеру так помылся, тоже вообще классно, коробочка от лепесточков, мыло для ванны фигурное, Skin Juice, это вот как раз те, которые я как-то показывала, покупала тогда по скидке, в Dixie, две по цене одной, там такая вот, подносят такой был, где-то все было, и там, по-моему, сольная была 100 грамм, потом от гель-додуша, 140 миллилитров, и вот эти три розочки, кстати, отличаются розочки от обычных, более плотная такая, можно сказать, если можно так сказать, бумага эта мыльная, но они очень хорошую пену дают, я ее принимала с ванной, эти все три штучки, в последний раз, наверное, когда вот именно с лепестками, мыльными делала, как раз на отваре, какого-то трав делала, и солью потом еще сувала, и добавляла эти лепестки, вот коробочка осталась, правда она не зеленая, так, у меня закончился гель от Аленки, который она мне дарила на дельное здание, который я тогда выбирала, это от Арифлейм, Дискавер, кубанские ритмы, ритмы кубы, что-то такое, наверное, но вообще, насколько я помню, был как бы с кофе, и тут уже практически водичка осталась, я и мылилась, как гель для душа, классный гель для душа, кстати, большое спасибо Аленке, Арифлейм, и вообще, сам по себе, классный гель, гель за то, что он такой классный, да, и два раза делала с ним пену для ванн, в общем, причем сказала три, потому что сначала добавляла так, вот два раза так, наливала, наливала, а потом уже просто остатки капнула, и очень классная, кстати, пена для ванн, вообще он пахнет, знаете, не кофе, но вот такой карамелькой, вот как бы пролинель, что-то такое, или вареной сгущенкой какой-нибудь, бывают такие карамельки, или конфетки, в общем, очень классный, даже не ожидала, что он такой классный, ну, и вскрытие там 12 месяцев, он бы мне не сохранился, вообще у меня закончилось два геля от Аленки, вот с той встречи, когда она ко мне приезжала, сейчас я его специально достала, тут вообще чуть-чуть осталось, я думаю, что-то можно на работу выдавить, или хотя бы окатить, потому что, ну как, а тут что-то осталось, потому что, внезапно я вообще ругала все эти сенсы с Атейвом, мне он так понравился, тут даже чуть было не сделано заказа на сайте Айвом, но что-то я не знаю, мне просто все, все, что нужно у меня есть, а делать чисто из-за гигиелей, тоже как-то это, гигиелей-то уж ставить некуда, в общем, у нас оказывается, в Угличе доставка теперь есть, не только на почту, но еще на пункт выдачи в Связном, и в двух магазинах Евросеть, на Часовом, на старости, на их центре, на Ростовской, там же где-то Связной, короче говоря, в общем, тут это у нас Эвен Сенсус, парфюмерная коллекция Нежная любовь Парижа, с ароматом розы, ириса, и нота ментаря, крем-гель для душа, вдохновенный парфюмерией, аромат вообще шикарный, большое спасибо, Ленке, что она мне такой подарила, мне очень-очень понравился, внезапно этот гель хорошо пенился, у меня была просто та губочка такая вот, ну как обычные губочки, сердечком, а еще та зеленая, которую я в подарок получила, с последней нашей встречи как раз, очень хорошо пенился, хотя, вообще как-то даже кремовый не очень понимаю у них, 250 миллилитров, после 3-12 месяцев, пах он вот тем самым Борис Нуаром, который у меня вот был, после того, как он слегка, вы попали под воду, он менял аромат, вот да, потом, ну в общем, такой унисексовый, мужской аромат, даже можно сказать, но шикарный, он очень-очень мне понравился, он до сих пор еще пахнет, у меня даже губочка еще до сих пор пахнет этим гелем, и он оставался на коже, не сказать, что долгое время, но допустим, вот с какими-то духами он смешивался и перебивал их, а с некоторыми-то духами, вот даже я иногда просто не пользовалась духами, потому что так, вообще кайф, блаженство, я в таком восторге от этого геля, Аленке огромное-огромное спасибо, такс, и да, я его все-таки выдавлю на себя, он у меня даже кверх ногами стоял, так, что-то у меня в пакет какой-то, а, в пакет, видимо, еще и да, у меня закончились леденчики, вообще один остался, в сумке валяется, это оплаймы из риги Пайпер Минт, в общем, мятные леденчики от девчонок, от Нессы, такс, в общем, ну да, вот пакетик, спасибо, очень понравились, мне я еще племяшки давала, ну и так, народу угощала, и один у меня еще лежит в сумке, так, еще какой-то у меня тут, слушайте, сама покидала и забыла, что у меня закончились эти самые волшебные конфеты, от Били, это эти, кокосовые, я даже Аленку с Настей угостила слегка, и там еще людям досталась, ну, вообще классные, я не знала, что такие конфеты есть, я там даже в интернете где-то их нагуглила, я тут не помню, там магазин был, это просто такой, в общем, очень-очень вкусный, большое спасибо, я люблю кокос, но они такие еще и рисковые были, ну, мне так показалось, очень классная хренотенья, единственное, что с имбирем, я поняла, что это не мое, я кому-то там, в конце у меня подружка знакомая какая-то любит имбирь, я ей, кажется, дала, ну, вообще мне понравились зеленые, я так поняла, зеленые, это были, тут у нас листья ананаса, в общем, с листьями ананаса, вот, спасибо, девчонкам, и вам, и вам, и всем, так, потом я закончила, с коробочка, там, видимо, где-то масло должно быть, само масло, лавандовое, эфирное, добавляла я его, в основном, в гейзики, свои самопальные, и, да, наверное, сейчас где-нибудь, коробочка так, да, ну, и иногда, мыльца свои, мыльца я, правда, давно не делала, но, в общем, хорошее такое масло, какой хоть оно фирмы, мега, но я вообще его покупала в аптеке, так что, фиг знает, вот такое вот, так, у меня закончились духи, две штуки, по-моему, в общем, это у нас, несколько нот любви и фраше, парфюмерная вода, 15 миллилитров, я их как раз доделала, когда в я реку поехала, вообще, мне они мне очень нравятся, и, опять же, отсылка к предпоследнему видео, и у меня закончилась уже, эта самая мелодия, мелоди, мелодия от Фаберли, которую мне подарила Аленка, которая для меня, пахла как-то вот, между мужским запахом, и вот этим вот, ну, это, опять же, отсылка к тому, предпоследнему видео, так, у меня закончился, эфирка розмарина, я тоже его, в основном, добавляла в дезики, по-моему, даже покупала, я его, исключительно, из-за дезиков, и тоже, естественно, в аптеке, и нам какой-то, или что-то вроде, да, тут даже еще цена осталась, прикиньте, 55 рублей, такое счастье стоило, в общем, ну, что, хорошая эфирная мата, у меня закончился, смотрите, как, вот, вообще, это, вот, до конца выдвинуто, вот, осталось, только может так, по пальцам провести, что я делала последнее время, это, в общем, от Ифраши, ремитированная коллекция, апельсин, по-моему, это апельсин, да, апельсин и миндаль, вообще, он был в 19-м году, у него срок годности закончился, но закончился он сам по себе, недавно, в смысле, раньше, на самом деле, я его сначала пользовала как бальзам для губ, по-моему, год назад с Аленкой мы покупали, кажется, даже где-то вот в мае, потому что у меня как раз тогда бабуся лежала в больнице на операцию, я как раз ездила, или в июне, в июне, наверное, потому что как раз с Аленкиной день рождения отмечали, и, в общем, я его в основном потом доделала, две трети я уделала, чисто как вод для ногтей, конечно, когда они без лака, и, в общем, почему я устала делать, я как-то у Аленки в комментах в каком-то видео, прочитала, что там кто-то, она, что-то там в видео было, по-моему, про бальзам, или что-то такое, бальзам для губ, и кто-то ей посоветовал, что вот я типа делаю, в смысле не я, но человек, который писал в комментариях, что использует эти в гигиенички, бальзамы для губ, как вод для ногтей, в общем, я решила попробовать, и что-то он так у меня пошел удачно, и ногти хорошо себя чувствовать стали, и самое интересное, что у Фироше раньше был такой, я покупала раза два или три, кокосовый, или, а не с маслом какао, такая фигнюшка выдавливалась, именно как воск или что-то такое, бальзам для ногтей, что-то, в общем, у них было, и по запаху, и по консистенции, оно было примерно так же, хотя тут-то все-таки, как гигиеничка, да, там было пожиже, но именно по эффекту на ногтях, оно очень хорошо было, сейчас я какую-то другую гигиеничку, попутно юзаю так, в общем, классный бальзам, но он, естественно, был прозрачный, такой, я вот под помаду, в основном, у меня закончилась, по-моему, это я сама покупала, Organic Kitchen, хрустальная туфелька, 100 миллилитров, слушайте, скраб для ног, совершенно непонятная фигня, зачем она вообще существует, никому неизвестно, сейчас я ее попробую открыть, там что-то такое еще осталось, и на самом деле, хоть тут написано, что это морская соль, косточки белой смородины, никаких косточек белой смородины там нету, их поменять, ну, нет, там, конечно, есть выдержка, выдержка, или что-то в этом роде, или возможно даже масло, это косточек этой смородины, но я думала, что эти маленькие точечки, это именно косточки смородины, нифига подобно, это какие-то пластиковые маленькие фигнюшки, которые вообще ничего не скрабировать, я не знаю, что они могут скрабировать, они очень меня напомнили, как вот раньше, был у Маграф такой скрабленок, где они сами в открытую писали, что используют пластиковые маленькие шарики, которые скрабируют кожу, Вот эффекта никакого, что от той, что от этой. В жизни не куплю такую хренатень больше. Вообще совершенно бесполезная. Я ее уже уделала, просто ну хоть как-то уделать. Никакого эффекта, никаким нет. Моим пяткам оно не холодно, не жарко. В общем, стоит трата денег. Это вот голубая баночка, хрустальная туфелька, Organic Shop от Organic Kitchen. Полирующий скраб для ног. В чем там полируют? Чьи-то ноги, но только не мои. Так. Что у меня тут еще там? Какой-то пакетик неведомый. О, пакетик неведомый. Вот что. Это, короче, мыло, которое мне Настя Ругьянова подарила. Это туалетное твердое мыло, декоративное утка. На самом деле, утка там у меня еще там лежит. В смысле, я им пользуюсь вовсю. Но оказалось, что вот эта вот мордочка, я когда сняла, я думаю, блин, неужели я содрала мордочку? Оказывается, мордочка наклеена чисто на этой бумажке. Ну, с людьми, которые я покрывала, это мыло. А само вот это вот там, ну, в смысле глазки и ротик именно наклеена. Вот сама часть мордочки-то, конечно, осталась. Очень классное мыло, мне оно так нравится. Спасибо большое, Настя. Ну, и вот такую фигню хочу показать. Это вот у меня пакетик вообще как-то не запариваюсь, покупаю, что есть. Но тут у меня закончился, я решила, думаю, наверное, в пустой баночке показать. Это ватные подушечки, 100% хлопок, 80 штук. Как-то я его покупала в магните по какой-то скидке, чисто потому, что увидела. Вообще, я покупаю каждый день фирмы этой, атаковская. Мне не нравятся, они какие-то недорогие и вполне нормальные. Я не очень понимаю, что там прошито, не прошито. По мне ватные диски не ватные диски. Ну, и тут что у меня. Я тут засветила эту коробочку. Вообще, гель-то еще живой. Я его сначала хотела кому-то подарить, там, не помню, из знакомых. То ли на день рождения вам он, то ли в подарок. Но в результате я решила ее оставить себе. Ну, что как-то что-то не срослось у нас там где-то. Или по вкусам, или что-то в этом роде. Но вот коробочка, почему-то я ее сюда кинула. А гель-то сам я его даже еще не открывала. Это вот Палмарик, подари настроение, мята, алоэ и кто-то еще. Мята и алоэ, да, это какой-то... А, и соль мертвого моря. Мне похожий скрабик, такой гель-скраб, дарила Аленка. Кажется, там клубника с чем-то была. Клубника со сливками. Ну, в общем, я его еще даже не открывала. Но почему-то коробочку встнула в пакет. Вот такие у меня пустые баночки. Возможно, я говорила очень быстро. Нет, вообще не очень быстро, потому что бывает, говорила очень быстро и быстрее. Но я пыталась уложиться как-то во время, потому что у меня вообще по идее уже минут через пять надо быть несколько в другом районе, но я все еще тут. В общем, я надеюсь, вы досмотрели это до конца, потому что если вы досмотрели, то вы словили позитив. А если не досмотрели, значит не словили. Ну и всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok